Неизбежность этого кровавого радиоактивного кошмара особенно хорошо заметна на нежном акварельном фоне торжествующей и непобедимой им потенции и Европы, и североамериканских штатов. Европа и Америка, что называется, нашли время и место для очень красивых деклараций, что особенно уместно, вероятно, когда на одной чаше весов жизнь одного существа-маньяка, а на другой как минимум жизнь 100 миллионов и цивилизации как таковой. И вот именно в этот ответственный момент что же делают Соединенные Штаты Америки? Ознакомившись с угрозами, оценив их реальность, штаты произвели процесс углубленного ковыряния в большом бюрократическом носу своей большой державы. И наковыряв там большую бюрократическую козявку, всем ее предъявили и даже дали попробовать. Ну, Литву, например, сразу вырвало, как и многие другие темпераментные страны. Но козявка не смутилась и начала что-то плести про параграфы уложений международной законности в том смысле, что дикий запад американский с его гонфайтерами, каманчами, это все в далеком прошлом. А теперь мы, американцы, лохи-бурдючные и на том стоим, и не надо надеяться, что мы вдруг резко поумнеем. Морские котики останутся в казарме и подвиг ликвидации Бен Ладена не повторят. Соединенные Штаты декларируют, что мы подождем катастрофы. И вот когда она случится, вот тогда-то мы продуем наши носы от ядерной пыли, протрем наши глаза, забрызганные кровью континентов, и обязательно примем меры в полном соответствии с международным правом. Так что еще вообще неизвестно, кого выжившие и переродившиеся пятиглавые мутанты, изучая материалы этой войны, будут проклинать сильнее Путина или Байдена.